Бренд Ярославля выбран. Победители, награжденные в мэрии, вручили призы лаурятам конкурса на лучшую идею бренда города. Проект отбирали сами ярославцы, голосование шло в интернете. С авторами наиболее интересных концепций пообщалась Марина Смарагдова. Первое место в конкурсе занял проект Ярославль-столица Золотого кольца. В нем притворились давние столичные амбиции города и слоган, который за последние годы стал уже достаточно известным. Ярославские меценаты намерены также удивить ярославцев уже к началу туристического сезона, установив в исторической части флагшток, пусть и не самый высокий в мире, и флаг с символикой Золотого кольца. Высота – это такой же вопрос, достаточно серьезный. Я думаю, что он был достаточно высотный, но не будет нарушать нормативу зоны ЮНЕСКО. Ну, точно более 20 лет. Вера Габрилюк – студентка, ее будущая профессия – пиар. В конкурсе, получается, была проба пера. Логотип в форме буквы «Я» с медведем. Так как «Я» характеризует личность, и медведь, он у нас на гербе, но синий цвет – это цвет нашего флага. Альпыда отправился в детский дом музыкально-художественного воспитания. Его воспитанники помогали директору придумать символ для города. Придумали несколько. Один из них – Ярославль, город равных возможностей. Кто-то его увидел как город памяти, город истории. Это, видимо, мой бренд. А кто-то его увидел просто как город, который запомнится всем, как памятник архитектуры и истории нашего города. Вот в этом и есть единые возможности каждого горожанина. Как вы лодку назовете, так она и поплывет. И это, наверное, старт больших дел нашего города. Древние традиции, новые возможности. Этот лозунг для Ярославля предложила Ирина Араевска. А всего в ее портфолио предложений было 12 вариантов. У нас город развивается, он инновационный, он современный, он свободный, он в постоянном движении находится. Но при этом необходимо не забывать о традициях каких-то вековых сложившихся в нашем городе. Теперь все идеи Ярославцев, составленные в одну концепцию, будут переданы в профессиональные руки одного из самых известных интернет-дизайнеров Артемия Лебедева. С ним уже заключен контракт на дальнейшую разработку брендбука. Финансироваться эта работа будет без привлечения бюджетных средств. Марина Смарагда, Василий Мусин, Городской телеканал.